Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как можно играть по сети и по интернету в Властелин колец, Битва за Средиземье 1, также Битва за Средиземье 2 и Под знаменем Короля-Чародея. Если по-английски, то это The Lord of the Rings, Battle for Middle-Earth, Battle for Middle-Earth 2 и The Rise of the Witch King. Значит, что хотелось бы вам сказать, забегая наперед. Во-первых, для игры по сети нет ничего трудного и сложного. Здесь нам с вами понадобится, это обязательно одинаковые версии игры у вас и у ваших друзей, допустим, это Битва за Средиземье 2 и The Lord of the Rings, The Rise of the Witch King. Это английская версия, я ее скачал, чтобы потом вам просто рассказать о том, как играть по интернету, потому что для игры по интернету обязательно нужно, чтобы была английская версия The Lord of the Rings, The Rise of the Witch King или Под знаменем Короля-Чародея, а Битва за Средиземье 1 и Битва за Средиземье 2 можно иметь также полностью на русском языке, как для игры по сети, так и для игры по интернету. Значит, все сегодня будет показано на примере Битва за Средиземье 2 и на Под знаменем Короля-Чародея. Они просто являются сами популярными, нежели чем первая часть, ну и, собственно, наверное, вам также более интересными, как и для меня. Ну что ж, также, помимо обязательно одинаковых версий игры, что значит слово «одинаковые версии»? Это не только одинаковая версия патча, но и в том числе, если, допустим, у вашего друга русский текст и русская озвучка, то в таком случае у вас тоже обязательно должна быть русский текст и русская озвучка. То есть, обязательно соответствие файлов должно быть полностью идентичным друг с другом, иначе у вас будет возникать ошибка, через каждые 5 минут игры обнаружено несоответствие файлов игры, и игра будет прекращена, вас будет выкидывать в главное меню игры. Как узнать свою версию игры, сделать это можно следующим образом. Заходите в папку с установленной игрой. Здесь у нас с вами имеется файл под названием launcher.txt. Его открываете при помощи блокнота и вот здесь у нас с вами написано в самом верху наша с вами установленная версия. Допустим 1.06.09.2006 год. Либо же вариант также это можно открыть pad.doc. Вот такой вот файлик. В любой из папок установленной вашей игры здесь будет также прописана версия. Допустим 1.06.09.2006 год. Есть еще один вариант. Это зайти в главное меню игры в разделе настроек. В правом нижнем углу у вас также будет написана версия игры. Вот здесь нажимаете в раздел настройки. И вот здесь настройка в правом нижнем углу указана и отображена наша версия игры. Да, она может не соответствовать версии патча, потому что там было написано 1.06 по-моему. В данном случае здесь 0.1114. Самое главное, чтобы вместе с вашими друзьями эти числовые значения совпадали. Это является очень важным. Следующий момент, о котором хотелось бы сказать обязательно, это наши с вами требования к приложениям. Для игры по локальной сети потребуется либо RedminVPN, либо его аналог LogMindHomatch. Либо какой-то третий вариант, уже тут уже как бы решайте сами, какой вы хотите. Значит, RedminVPN является самым просто популярным. В нем не нужна и не требуется регистрация, плюс нет ограничений на количество пользователей в одной локальной сети. У LogMindHomatch есть ограничения в 5 человек на бесплатном аккаунте, в том числе на бесплатном варианте подписки. В том числе обязательно требуется регистрация. Вот в чем у вас, собственно, минусы самые основные. Ну что ж, давайте посмотрим на примере RedminVPN. Что вы делаете? Вы нажимаете сеть, создать сеть. Кто-то из вас вводит сеть, вводит пароль и подтверждает пароль. Лучше делать это человеку, у которого более стабильный интернет, сразу говорю. И другой человек нажимает присоединится к сети, заходит, вводит имя сети и ваш пароль от вашей сети попадает с вами в одну сеть. Вы видите друг друга потом в одной сети. У вас будет отображен ваш ник, ваш IP-адрес справа и будет прописан, когда вы будете направлять мышку на вашего друга, вы друг на дружку будете направлять мышку, будет написано количество миллисекунд задержка до 5, от 1 до 5. Это идеальное соединение от 1 до 10, в принципе, или от 5 до 10 миллисекунд тоже очень хорошее. Самое главное, если будет за сотку, то это довольно плохо. То есть в таком случае соединение будет довольно плохим. Чем оно меньше это значение, тем лучше. TCP-OUT будет написано через DROP или TCP-NAT. Несколько вариантов. Нажимаете друг на дружку правую кнопку мыши, нажимаете PING и у вас должно открыться вот такое вот окно. Обмен пакетами с 32 байтами данных, ответ от числа, байт, время и TTL. У вас должны появляться, также будут строчки. Что это значит? Означает, что происходит обмен пакетами и соединение работает успешно. Если вдруг у вас будет написано время ожидания и стекло, это будет означать, что у вас соединение работает неправильно. В таком случае вам понадобится вместо Redmi VPN использовать Logmin Hamachi, либо любое другое приложение, либо же первый вариант, возможно, у вас блокирует соединение Bradmauer, второй вариант, возможно, неправильно настроен роутер, и он блокирует соединение. Либо третий вариант, может быть, это совершенно верно блокирует ваш провайдер. Значит, смотрите, ни в коем случае, ну, по крайней мере, моя личная рекомендация не запускать одновременно два приложения, Redmi VPN и Logmin Hamachi. Запускайте что-нибудь одно из них, потому что в главном меню игры указан IP адрес, который может очень потом пагубно просто повлиять на соединение. У меня по умолчанию указан был для Redmi VPN 26238-9240. Если вдруг у вас через какое-то приложение соединение успешно не работает, то вам понадобится, допустим, какое-то одно из них полностью закрыть через диспетчер задачи. Изначально вы выходите из одного приложения, об этом я скажу вам чуть позже, для игры по интернету, потому что будет являться очень важным. Например, вы закрываете Logmin Hamachi правой кнопкой мыши, нажимаете выход, и здесь закрываете в разделе процессов, ищите процесс под названием Hamachi Client Tunneling Engine. Его необходимо будет закрыть вместе с этим, либо вариант, если вы хотите закрыть Redmi VPN полностью, то Redmi VPN здесь называется у нас с вами Redmi VPN Control Service 32-bit. Собственно, его вы нажимаете завершить задачу. Это как выглядят две, в данном случае, у нас с вами наших, так называемых, службы, предназначенные для виртуальной локальной сети. Вместе с этим также откройте, на всякий случай, панель управления в разделе, вот здесь, центр управления сетями общим доступом, затем переходите в раздел изменения параметров адаптера, и выключите один из адаптеров, тот, который вы закрыли в диспетчере задачи. То есть, допустим, если это был Hamachi Client Tunneling Service, то выключаете просто, на всякий случай, Hamachi, если вдруг он сам не отключится, либо Redmi VPN, по такому же принципу. Все, что мы с вами теперь убедились, что соединения работают успешно, отлично, после этого мы можем приступать с вами к запуску игры. То есть, нам с вами нужно запустить либо вариант Битвы за Средиземье 2, либо The Lord of the Rings, например, The Rise of the Witch King, либо же, допустим, Властелин коллег, Битва за Средиземье 1. Решайте для себя сами. Давайте посмотрим на примере Битвы за Средиземье 2, но она является более популярным у нас с вами вместе с этим. Итак, у нас с вами Евпатия Басранский Games, продакшн представляет, новая линия фильмов, какое-то зеркало или стекло. Ну что ж, Electronic Arts, Электронный Арт и Продакшн, 2006 год. Мы с вами открываем здесь сеть и затем переходим в раздел «Лог сеть». Вот здесь настоятельно рекомендую также в настройках убедиться, что у вас указан правильный IP-адрес. IP-адрес должен быть указан вашего виртуализатора локальной сети. В данном случае у меня указан IP-адрес Redmi на VPN. И у вашего друга должен будет быть указан его IP-адрес, его Redmi на VPN, либо LogMeInHomachi. Поменять его здесь, к сожалению, нельзя. То есть вы убеждаетесь, что указан правильный IP-шник, это означает, что у вас уже канал настроен для связи правильный. Нажимаем «Сеть», выбираем «Лог сеть», либо «Локал Нетворк». Да, здесь будет написано «Нетворк» и будет «Локал Нетворк» написано, если по-английски. Значит, что мы здесь с вами видим? Как только вы и ваш друг заходите вот в такой раздел «Лог сеть конференция», здесь сразу же вы должны будете друг у друга отобразиться. Первый – это я, второй должен будет или третий быть здесь мой друг. Если вы друг друга здесь уже увидели, то прекрасно в разделе «Псевдонимы» тут можно поменять свой никнейм, чтобы вам было проще друг с другом ориентироваться. Например, «Юранка». Кто-то из вас решает, в какой режим вы будете играть. Свободная игра, либо режим «Битва за кольцо». Также после этого кто-то из вас нажимает «Создать», кто-то будет вступать в игру. Как только кто-то из вас нажимает кнопку «Создать», здесь появятся данные названия игры, карты и отобразятся игроки. То есть ваш друг нажимает на вас и нажимает просто «Вступить». И, собственно, если вдруг у него ничего не появилось, он нажимает просто на кнопочку «Обновить», и здесь должна появиться ваша игра, если, по крайней мере, соединение настроено корректно. Нажимаем кнопочку «Создать», настраиваем ту карту, настраиваем режим в соответствии с тем, который нам с вами нужен. Например, там какой-нибудь «Харат» пускай будет настраивать и правила. Это начальные ресурсы, к примеру, там 4000, коэффициент «Ок» — это очков командования. Как я понимаю, коэффициент умноженный, коэффициент «Ок» выше 1х, вы рискуете понить в производительстве игры столкнуться с ошибками. В данном случае, да, у нас с вами рекомендация не ставить выше 1х. Это очки командования, по-моему, предназначены для ограничения по количеству игровых героев и юнитов. Поэтому чем выше его поставить, тем больше проблем. Потом у вас может быть героя кольца, созданные герои. Если желаете, можете добавлять. Также есть возможность раздела общения. Это, собственно, у нас с вами чат. Вот здесь имеется, если кому-то вдруг понадобится. Настроили игру, как вам нужно. Допустим, ваш друг находится во втором разделе. Можно настроить ботов. Отсложите новобранец до убийцы. То есть, варианты 4 сложности. У вас, допустим, ставите убийца. И можете настроить союз. Если хотите играть вместе в одной команде, то, собственно, здесь просто ставите цифру 1 и 1. Выбираете цвет, который вам необходим. Также фора — это количество хп. Чем больше минус, допустим, минус 95, тем меньше хп будет у ваших зданий и юнитов. То есть, как только вы отстроите здание, у него будет 5% всего лишь хп. Думаю, принципы по этому поводу поняли. Как только вы будете готовы, нажимаете кнопочку «Готов», а администратор, или так называемый хост, нажимает кнопочку «Начать игру». И вы, собственно, все начинаете играть. С этим вроде все ясно и понятно. Как играть по локальной сети мы с вами разобрались. Теперь будет самое тяжелое, как играть по интернету. Готовьтесь, информации будет очень много, ребят. И будет все очень муторно и тяжело. Во-первых, рекомендуется использовать лицензионную версию игры, купленную в EA App, так называемом, ранее, который назывался у нас с вами «Origin», так называемый, именуемый в прошлом. Не знаю, что им брело в голову поменять название, но все-таки. Почему рекомендую, чтобы игра была приобретена там? Во-первых, там самая последняя версия. Во-вторых, там она на английском языке, как раз-таки те самые версии, которые прежде всего и предназначены для игры по интернету. Однако, как и было сказано ранее, для «Битлз Средиземья-1» и «Битлз Средиземья-2» можно иметь русские полностью версии, потому что на них патчи на русские версии ставятся успешно. А вот «The Lord of the Rings», «The Rise of the Witch King» или «Под знаменем короля-чародея» обязательно должна быть на английском языке, иначе у вас не установится патч. Я все уже тестировал, проверял, игра не запустится, поэтому она обязательно должна быть на полном ингридже. Как узнать, что она на английском языке? Ну, во-первых, у вас будет, скорее всего, ярлык на английском. Когда вы зайдете в главном меню игры, вы также в меню видите, что все на английском. Значит, у вас версия английская. Думаю, что все очевидно и понятно. Значит, следующий момент. Если у вас запущен «Радмин VPN» или «Логмин Хамач», и сразу вам говорю о том, что их нужно обязательно все полностью под корень обрубить. Обязательно, потому что иначе вы не сможете подключиться к соединению с интернет. Я уже это проверял, я в этом уже сам лично убедился, и моя настоятельная вам рекомендация их полностью закрыть. Как это делается? Нажимаем правую кнопку мыши на «Радмин VPN» выход на «Хамач», правую кнопку мыши, нажимаем также с вами выход, закрываем. Это еще не все. Слушайте внимательно и дальше. Открываете диспетчер задач, переходите в раздел «Процессов». Здесь мы с вами находим «Для Хамача», называется «Хамач Клиент Туннелин Энжин», и нажимаем с вами «Завершить задачу». А для «Радмина VPN» мы с вами нажимаем здесь «Радмин VPN Control Service», и также завершаем задачу. Открываете панель управления, затем мы с вами, подожди, давайте с самого начала, мы с вами открываем панель управления, затем открываете «Центр управления сетями и общим доступом». Нажимаем крупные значки, если вдруг по категориям не смогли найти «Центр управления сетями и общим доступом», и после этого здесь мы с вами находим изменение параметров адаптера. Вот здесь мы с вами обязательно выключаем «Радмин VPN» И выключаем хамачи, если они у вас здесь таковые имеются Нажимаем правую кнопку мыши, нажимаем отключить И нажимаем, да, проверенный издатель макросет Windows Сложите приложение, выносите изменения на наш с вами ПК Все, мы с вами произвели отключение, отлично Наши с вами виртуальные локальные сети выключены По поводу VimeWare Network, это у меня уже виртуальная машина В данном случае к ним ничего не относится У нас с вами должен быть обязательно остаться только один рабочий адаптер для игры по интернету То есть Ethernet кабель, через который идет соединение с интернетом Все остальные лишние виртуализаторы и все что угодно должно быть здесь обязательно выключено Значит, после этого начала мы с вами произвели Теперь давайте перейдем на ту страницу, с которой мы будем с вами производить загрузку Эта страница называется T3A Online, с которой мы будем с вами все скачивать Это все наши с вами лаунчеры, это все наши с вами патчи, которые здесь необходимы Полностью тут все размещено Давайте начнем с самого начала Битва за Средиземье 1 Здесь скачивается патч 1.0.6 All-in-One Installer То есть все в одном установщике у нас с вами Вы нажимаете просто на него и у вас начинается скачивание Если вдруг вы видите вот такую вот ошибочку Смотрите, как она может выглядеть Появляется восклицательный знак Вы нажимаете правую кнопку мыши Нажимаете продолжить загрузку Так как скачивание происходит не с данного сервиса В автоматическом режиме происходит перенаправление Это сервер CNC-online.net То просто браузер распознает как небезопасное соединение И поэтому просто прерывает Нажимаем правую кнопку мыши продолжить И загрузка успешно у нас с вами выполняется Следующий у нас с вами это The Lord of the Rings The Battle for Middle-Earth 2 Или так называемая битва за Средиземье 2 Во-первых, я рекомендую вам уже иметь где-то Либо первый вариант полностью обновленной версии На 1.06, в данном случае официальный патч Который должен стоять Потому что здесь вы нажмете патч 1.06 Он не скачивается То есть я пытался здесь загрузить BFME 2.0 official e-apatch All languages для всех языков Я нажимаю, он не нажимает открыть приложение И в итоге ничего не происходит То есть в данном случае здесь почему-то ссылка не работает Не знаю почему, разработчики не досмотрели Поэтому где-то нужно будет найти патчи Может быть официальные патчи я также добавлю по ссылке в описании под видео Но пока что по этому поводу ничего гарантировать вам, ребятушки, я не могу Потому что там лишние сотни мегабайт Которые тоже займут место на моем диске Я виртуально надеюсь на ваше понимание Значит, следующий момент Это патч 1.09 Тот самый патч, который понадобится для игры по интернет Это неофициальный патч Созданный данным сервисом T3A Online То есть там были очень много обновлений Огромное количество совместимости было добавлено Нажимаете на нее Затем патч 1.09 version 1.0 Has been replaced by version 2.0 Мы, собственно, с вами нажимаем на нее Так Мы с вами нажимаем на нее вот сюда У нас с вами здесь должен быть Должен быть палец для нажатия Но почему-то у меня Подождите, пожалуйста А, вот все Отлично Ожидаем Да, у нас с вами пока прогрузка произошла Затем попадаем на вот такую вот страницу Здесь с вами И у нас Что у нас с вами У нас с вами почему-то все очень сильно Очень сильно еле-еле грузится Наверное, какая-то проблема может быть с интернетом Либо с сервером опять у них возникает Значит, что мы с вами делаем здесь Смотрите У нас с вами здесь есть вот такая кнопка Download Patch 1.09 version 2.0 Вы на нее нажимаете Ну и, соответственно, у вас должна будет Перейтись на файлообменник И здесь придется скачивать Да 775 мегабайт Так как все происходит через загрузку Mediafire Через сервис файлообменника То придется подождать Да, ребят, придется потерпеть Однако все загрузит У вас будет архив Это то, что касается файлов для битвы за Средиземье 2 Что касается для файлов The Rise of the Witch King Напоминаю, что версия игры должна быть Обязательно на английском языке Рекомендуемая версия патча 2.0.1 Та, которая должна стоять у вас Официальный патч на английской версии С английским патчем То есть полностью английская версия С английским патчем версии 2.0.1 Здесь вы нажимаете Патч 2.0.2 И попадаете на вот такую вот страницу Здесь у нас с вами предстоит выбор Download 2.0.2 Версия 8.0.0 Full Installer То есть полный установщик Также есть альтернативная ссылка На всякий случай Или загрузить мини-установщик Только для широкоформатных мониторов Полный установщик Весит примерно 900 мегабайт Да, я сразу вас, ребят, предупреждаю Около гигабайта Здесь будет обновление Вы для себя, разумеется, решайте сами Я лично скачивал полный установщик Что и вам, наверное, тоже советую Ничего страшного Потерпите, подождете Однако потом сможете играть И замечательно наслаждаться Собственно, нажимаете на эту ссылку И будет у нас с вами еще второй шаг Сейчас об этом тоже я вам скажу Нажимаем сюда Если первая эта ссылка не работает Потом нажмете Alternative Link Собственно, что у нас с вами здесь добавляется Это поддержка повторов Включая поддержку широкоформатных разрешений Нажимаем кнопочку скачать Нас пересылает на Google Drive Выполнили загрузку И потом нажимаете Step 2 Вот здесь Download 202 В 8.5.0 апдейтер Открываем его И вот здесь Затем нажимаем Download 25.02 MB У нас с вами скачивается Также еще один апдейтер Необходимый Который надо будет поставить Поверх этого патча Rise of the Witch King 2.0.2 Это лига Она нам с вами дает Возможности Что делать? Объясняю Она с вами дает Возможности Соревноваться с другими игроками Совершенно верно По, скажем так Рейтингу Но в данном случае Когда я пытался Открыть эту страницу Там необходима регистрация У меня ничего не открылось Возможно Может быть ограничение Для IP адресов С РФ действовать Не знаю Если хотите Можете открыть Зарегаться через VPN Но это не обязательно Я лично туда не заходил По поводу файлов Мы с вами Практически закончили Теперь мы с вами Здесь нажимаем Download Это T3A Online Launcher Основа основ Через которой будет Происходить Запуск наших С вами Властеринов колец Без него Просто вы не сможете Запускать интернет Функции Нашего с вами Значит Властелина колец Значит Скачали Он весит буквально 2,5 мегабайта Собственно Все файлы Уже полностью загружены Теперь давайте Прежде чем мы будем Что-то ставить Устанавливать Это выполним Регистрацию На сервисе Да Иначе без нее Играть вы по интернету Не сможете Ревора ID Гауст Если вдруг Кто-то из вас Смотрел другие мои видео На тему Как играть В Command & Conquer Generals Зеро Хауэр по интернету Либо же Реталь Р3 Либо же Тибериум Варс Комет Конкуер Р3 И Кейнас Врат И кто-то из вас Уже регистрировался На вот таком Вот сайте Вот здесь Если кто-то из вас Выполнял Регистрацию То в таком случае Здесь регистрироваться Повторно Вам будет не нужно Однако Если других Видеороликов Подобного Формата Вы мне не смотрели То здесь Мы нажимаем Кнопочку Регистр Нас перекидывает С вами На вот такую Страницу Это юзернейм Имейл И паспорт И конфирм паспорт То есть Вы вводите Своё имя Пользователя То которое У вас будет Для доступа К серверам Значит Следующий Вы вводите Свой действующий Действующий Обязательно Имейл Потому что На него придет Сообщение С подтверждением Вашей регистрации По которому Нужно будет перейти Вводите пароль И нажимаете Кнопочку Регистр После этого На вашу электронную почту Поступит письмо Следующего содержания Только здесь Вместо Welcome to Command & Conquer Online У вас будет написано Соответственно Это Т3А Онлайн Регистр Где по вот такой Ссылке Примерного формата Нужно будет вам Перейти Для подтверждения Регистрации Возможно У вас появится Также Please create Её сервер Логин Может быть У вас этого Сообщения не будет Так как я повторно Не регистрировался Но если вдруг Оно у вас появится Где будет написано Дробь аккаунт Дробь create Также потом Нужно будет По второй этой ссылочке Перейти Вы попадёте На вот такую вот Страницу С надписью Что аккаунт Успешно зарегистрирован И мы с вами Здесь нажимаем Просто логин Если вдруг Он автоматически Не произошёл Здесь выводите Юзернейм И паспорт От вашего Зарегистрированного Ранее аккаунта Ну и соответственно Нажимаете кнопочку Логин Войти Вы оказываетесь На вот такой вот Странице Где у нас С вами здесь Содержатся Серверы Логин Нейм Сервер Логин Имейл И сервер Паспорт Если вдруг У вас здесь Нет никакой информации То есть Ни сервер Логин Нейма Ни вашего Электронной почты Ни вашего Сервер Пароля То в таком случае Вы нажимаете Здесь Edit Your server Логин Or password И нам необходимо Будет указать Собственно Это наш с вами Логин И пароль Для доступа К серверам Здесь выводите Сервер Логин Нейм И сервер Паспорт После чего Нажимаете Кнопочку Собственно После этого У вас на предыдущей странице Там должны будут быть Отображены Трое данных Как раз таки Предназначенные Для того Чтобы получать Доступ К нашим с вами Сетевым Интернет Возможностям На что стоит Обращать внимание Также это На главной странице Players Online Указано количество Всего игроков Battle for Middle Earth Это 5 человек Всего сейчас играет Властелин колец Битву за Средиземье Battle for Middle Earth 2 Это всего играет За Средиземье 2 2 человека И 5 человек Играет в Rise of the Witch King Это под знаменем Короля Чародея Самое основное Самое наверное трудное Мы с вами сделали Хотя нет В принципе трудное Дальше нас с вами тоже ждет Ребят Поэтому будьте пожалуйста Предельно внимательны Теперь давайте же Мы с вами приступим К установке Мы зарегистрировались Полностью убедились Что аккаунт у нас с вами Действующий Работает Все великолепно Теперь необходимо приступить К установке Необходимых патчей И приложений Я очень дико Ребят извиняюсь Прошу прощения В очередной раз Забыл Даже уже второй раз Сейчас перезаписываю Данный гайд Забыл про файл Русификации Для Rise of the Witch King Русификатор Можно поставить Только с вот этой страницы Которая мы с вами Уже ранее заходили То откуда производили Загрузку патчей Где у нас с вами был Первый шаг Второй шаг Вот здесь чуть пониже У нас с вами имеется Language Russian Мы с вами можем Его загрузить Он предназначен Для версии ROTVK 2.0.2 То есть вы нажимаете Здесь кнопочку Загрузить И можете поставить Также просто Русификатор Который как раз таки Будет предназначен Для данной версии Чтобы он имел Нормальную совместимость С игрой Все В принципе это то Что я хотел вам сказать Потому что потом Иначе вы задаете вопрос А где собственно Русификатор Можно ли как-то поставить Но только текст Как я понимаю Скорее всего аудио Там не русифицируется Это тоже стоит учитывать Ну что ж Теперь разбираем Все с вами файлы По частям Давайте начнем Наверное с вами С самого начала Что для чего Где предназначено Значит самое первое Самое основное Это T3A Online Версия 2.1.3 Может быть на момент Просмотра вами ролика Версия будет другая Это необходимый Лаунчер Для того чтобы Мы могли играть По интернету Он является основой Основ Его устанавливаем В принципе с самого начала Давайте начнем Ну наверное с него HTTPS3A Online.net Если что Сайт вот у нас С вами здесь указан Нажимаем с вами ISF Determined Содлиться с agreement Лицензионное соглашение Все прочитал И изучил Нажимаем с вами Кнопочку install У нас с вами Начинается загрузка В этот момент Возможно У вас скорее всего Появится Вот здесь Уведомление Если вдруг Кто-то скажет Не устанавливается У вас появится Здесь вот щит Внизу Щит Да И вы просто Подтверждаете Контроль Четных записей Пользователей Нажмете кнопочку Да Разрешить Вносить изменения На мой ПК После этого У вас запустится Установка Давайте дождемся Итак Вот у нас с вами Появилось уведомление Мы нажимаем С вами на вот Такого щиток И здесь Нажимаем Да Разрешить приложение Неизвестная задача Вносить изменения На нашем устройстве У нас с вами Начинается После этого Вот такая вот Установка Происходит она Довольно быстро Самое главное Дождаться Окончания процесса И затем Мы с вами Продолжим И перейдем дальше Итак Установка Успешно Завершена У нас с вами И мы нажимаем Кнопочку Finish После этого Давайте с вами Посмотрим Как устанавливается Патч на Властелин колец Битва за Средиземье 1 Пока что Лаунчер Перенесем сюда А наши ярлыки От наших игр Можно перенести В сторону Потому что Запуск игры Потом будет Происходить Только через Т3А онлайн Через вот такой Лаунчер Обязательно Ни в коем случае Не через вот эти ярлыки Потому что там Сетевые функции Будут недоступны Устанавливаем с вами Т3А онлайн БФМАЕ Это Battle for Middle Earth Патч 1.06 All in one Так называемый Для Властелин колец Битва за Средиземье 1 Нажимаем Разрешить приложение От неизвестного Издательного Сети изменения На нашем ПК Выбираем язык Установки Нажимаем ОК Я принимаю Словия Соглашения Что я хотел вам Сказать Значит смотрите Во первых Если у вас нету Битв за Средиземье Первой части То этот файл Вам просто Напросто Не нужен Его устанавливать Не нужно Вы можете Просто этот шаг Пропустить Мы с вами Обязательно Вот здесь Выбираем Тот путь Куда у нас Установлено Властелин колец По умолчанию Забивается путь EA Games The Battle for Middle Earth Если у вас Как я понимаю Английская версия Но если бы у нас Была русская То путь Скорее всего Был бы неправильный Вы нажимаете Обзор Выбираете Правильное Местоположение Вашего Установленного Битвы за Средиземье Первая часть Нажимаете После этого ОК И здесь Убеждаетесь В том Что путь У вас Будет указан И прописан Правильно То есть У вас Финальной Папкой Должна быть Именно Допустим Битва за Средиземье То есть Следующие Папки Не должны Будут быть Сознаны Если какие-то Появляются Лишние После наименования Вашей папки Просто их нужно В конце Будет стереть То есть Самое последнее Должно Будет быть Это именно Наименование Вашего Корня Папки Нажимаете Далее Здесь Что у нас Сами имеется Это Extended Zoom Files Это Расширенные Файлы Как я понимаю Отвечающие За приближение Проблемы С Зумом Наверное Многие Люди знают Что такая Проблема Присуща Была Властелину Колец И Cometed Conquer Generals Данные Фиксы Так же Позволяют Эти проблемы Исправить Я рекомендую Галочку Оставить Extended Zoom Файлы Расширенные Файлы Приближения Fix Wide Screen User Интерфейс Выбрать Если у вас Широкоформатный Монитор Соотношение Сторон 16 на 9 Либо 21 на 9 Начиная С разрешения 1920 на 1080 Либо 1680 на 1050 Любые Широкоформатные Мониторы Мы ставим Галочку Фикс Wide Screen User Интерфейс Т3 Online Launcher Мы уже Установили Поэтому Галочку Здесь Ставить Не надо Core Patch Files Что это Такое Это То Какая У нас С вами Версия Игры Здесь Является Очень Важным Выбрать Core Patch Files Если У вас Допустим Версия Игры На английском Языке Как понять Что на английском Собственно В главном Меню Когда вы Зайдете Вы поймете Что она У нас С вами На английском Если У вас Русификатор Не ставился Поверх Игры А изначально Идет Полностью Русская Игра Допустим У вас Ярлык Называется Битва За Средиземью То Вероятнее Всего У вас Коренные Файлы Или Так Называемое Ядро Файлов Игры На русском Языке То есть Допустим Русский Ярлык Как у Меня То В таком Случе Вы Выбираете Core Patch Files Нажимаем Далее И нажимаем Установить У вас Произойдет Установка После чего Следующие Все шаги Если вы Хотите Играть Только В Битву За Средиземье 1 Вы В принципе Можете Пропустить И перейти К разделу Когда Будем Подключаться К серверам Следующий Момент Это Патч Switcher Installer В скобочках 4 Предназначенный Весящий 775 Мегабайт Для Властелина Колец Битва За Средиземье 2 Устанавливается Как на русскую Так и на английскую Версию Игры Мы здесь Нажимаем Patch Switcher Installer .exe Запускаем Его И дожидаемся Момента Начала Процесса Установки Он может Быть довольно Долгим Потому что Файл Весит Немало Нажимаем Да Разрешить Приложению Уносить Изменения На наш ПК Открывается Вот такой Установщик Нажимаем Next И обязательно Вот здесь Меняем Путь Мы нажимаем Брауз И выбираем Путь Наш с вами Где находится Папка С игрой Это очень важно Выбираем С вами Папку С игрой У меня Она называется Lotter BF MyE2 Я ей давал Такое название Нажимаем Ок И вот здесь Обязательно Все вот эти Лишние Наименования Мы стираем Оставляем Только Название Нашей папки То есть Допустим У меня Это Путь Day Games Lotter BF MyE2 Все То есть Мы устанавливаем С вами Папку С игрой Все остальные Лишние Дополнительные Пути Нам нужно Стереть Оставляем Только Вот так Либо Допустим BF Средиземья 2 У вас Может быть Папка Будет Называться Оставлять Только Ее Все остальное Последующие Лишние За ней Просто Убирайте Стирайте Они Прописываются Автоматически И они Нам не нужны Иначе Игра Не будет Работать Нажимаем Next Create Desk to Pike Это Создать На рабочем Столе Наш С вами Ерлайк Да Оставляем Эту галочку Будем Менять С вами Верси Объясню Как Что Делать Нажимаем Next Prepare To Install Ожидание Установки Подготовка К установке Сейчас мы С вами Все Полностью Ребят Подробно Рассмотрим Не Переживайте Все У вас Будет Обязательно Работать Ожидаем Установку Точнее Завершение Процесса Установки Итак Процесс Установки У нас Успешно Завершен Написано Конфигурен То есть Конфигурация Ожидаем С вами Завершение Процесса Установки И Пока Что Можем Ярлык BFMAE2 Патч Свитчер Переместить Вот сюда Он Будет Нам Необходим Для того Чтобы Можно Было Менять Версию Игры Значит Следующий Момент У нас С вами Это 202 V8 Full Exe Весящий 940 Мегабайт Примерно Предназначенный Для Патчинга The Rise Of The Witch King The Lord Of The Rise Of The Witch King И это Называем Под знаменем Короля Чародея Галочку Здесь Пока Что Снимаем Лаунч BFMAE2 Патч Свитчер Он Нам Не Нужен Пока Что Запускаем Установщик 202 V8 Full Exe Мы С вами Сейчас Будем Производить Установку Патча На Под знаменем Короля Чародея Я напоминаю Что Версия Должна Быть Обязательно На Английском Языке Здесь Мы С вами Нажимаем Next Далее Также Рекомендуется Полностью Удалить Все Какие Модификации Которые Возможно Вы Устанавливали На Ваш Так Называемый Род ВК Это Сокращенно Lord Of The Rings Или Как Он Называется С вами Ring The Rise Of The Witch King Это Сокращенно Род ВК Называется На Версии У Установки На Версию 8 Какая Там Версия Была На 2 0 1 Вот White Screen Мы С вами Здесь Выбираем Наш Монитор Это 4х3 Или Соотношение Сторон 16х9 Или Ультра Широкоформатные Мониторы Соответственно Ставим White Screen Широкоформатные Нажимаем Next Здесь Автоматически Прописывается Путь Если Путь Прописывается Здесь Неправильно То Необходимо Его Указать Вручную Все Прописалось У нас Автоматом Мы Нажимаем Install В данном Случае Если Вдруг У вас Перед Началом Запуска Сейчас Установки Перед Нажатием Кнопки Install Появляется Какая-то Ошибка Там Что-то Было Связано С Надписью Language Russian Don't Don't Support И так Далее То Это Значает Что Вы Ставите Скорее Всего На Русскую Версию Игры Данный Патч Игра У вас Не Заработает Еще Раз Напоминаю Повторюсь Обязательно Что Данный Патч Ставится Только На Английскую Версию Игры Это The Rise Of The Witch King А Не Под Знаменем Короля Чародея Под Знаменем Короля Чародея На Русском Языке Данный Патч Не Установится Все Лично Проверял Ребята Я вам Просто Гарантирую И за базар Отвечаю Лично Все Проверено Игра Не Запустилась Иначе Будет У вас Ошибка Мое Дело Предупредить Происходит Распаковка Файлов Давайте Дождемся Окончания Процесса Установки Итак Установка Процесса Успешно Завершена Нажимаем Галочку Create Desktop Shotcut Ну Проще Говоря Оставляем Ее Так как Она Есть Нажимаем С вами Кнопочку Finish После Этого У нас С вами Должны Создаться Два Ярлыка Реплей Партфер Нам с вами Не нужен Это 202 Свитчер Нам с вами Понадобится Чуть позже Его Можем Пока Что же Сюда Перенести Запускаем 202 850 Updater Нажимаем Да Разрешить Приложение Изменения На наш ПК Нажимаем Next Вся Полностью Та же Самая Информация Нажимаем Еще раз Next И нажимаем Кнопочку Install Автоматически Путь Прописан Должен Будет Быть Правильно На всякий Случай Убедитесь Что он Реально Указан Правильно Потому что Если он Указан Неправильно То В таком Случай Нужно Будет Обязательно Указать Правильный Путь К игре Нажимаем Finish Далее 202 V8 У нас С вами Идет Russian Language Xe Zip Значит Здесь Мы с вами Запускаем Такой Вот Файлик 202 V8 Russian Language Xe Это Русификатор Нашего С вами The Rise Of The Witch King Я еще раз Напомню Русификатор Ставить нужно Только таким Образом Нельзя Ставить Патч На русскую Версию Игры Иначе Ничего Не заработает Нажимаем Next Автоматически Опять Выбрался Правильный Прописанный Путь Если указан Неправильный Указываем Правильный Через кнопочку Брауз Нажимаем Install Your game Doesn't Not Seen To be Installed In Russian Ваша игра Чего Написано Что ваша игра Похоже Не установлена На русском Языке Желаете Установить В любом Случае Русский Ну Как бы Наверное Очевидно Как бы Ну Как бы То что У меня Не русский Язык Смотрите По этому Поводу Все таки Рекомендация У меня была Была бы Играть На английском Языке Однако Как Предполагается Что Можно Поставить Русский Языковой Пакет В принципе Проблем Никих Быть Не должно Однако Прежде чем Все таки Нажимать Да Вот Если вы На всякий случай Я бы рекомендовал Играть на английском Языке Это лично Моя рекомендация Моя личная Рекомендация То есть Если сейчас Нажмем Да И вдруг У меня Потом Ничего Не заработает То ребят В таком Случа Или у вас Не заработает Ну Здесь уже Как говорится На этом Наш полномочия Все То есть Рекомендация Была играть Именно на Инглеже Все Установили Наконец-то Полностью Казалось бы Все готово Давайте посмотрим С вами Бф Мае 2 Патч свитчер Прежде чем Нам с вами Запускать игру И 2.02 Свитчер Для изменения Нашего с вами Для изменения Нашего с вами The Lord of the Rings The Rise of the Witch King Или под знаменем Короля Чародея Как собственно Поменять нам с вами Версии Бф Мае 2 Запускаем Да Все правильно От имени админ Он запускается У нас появляется Вот такое вот окошко Для битв За Средиземье 2 Нам с вами Предлагается Поменять версию Ставим с вами 1.09 И здесь Для 1.09 Можно настроить Высоту Значит смотрите Можно настроить Высоту 450 Либо 560 Это отдаление Камеры Что я заметил Когда я выбирал Версию 1.09 2.0 560 Мап Хейт Высота У меня по непонятным Причинам Не работала Возможность Игры по интернету То есть у меня Появлялась Ошибка создания Публичного ключа И я просто Напросто Не мог в раздел Интернет Зайти Меня оттуда Выкидывало Поэтому В 450 Точно проверено Что работает Это отдаление Камеры В данном случае Либо вариант Можно выбрать Так Либо можно Вообще Выбрать Просто 1.09 Версию Здесь в данном случае Предлагается Можно поставить Галочку Допустим Для одиночной Игры На с вами То есть Если вы Не хотите Играть По В одиночной игре То здесь Можно поставить Галочку И Fortress Floor На с вами Позволяет Если вы хотите Отключить Так называемые Крепостные Полы Не знаю Чего это такое Я решили не выключал Поэтому Лучше Ничего здесь Не трогать Я думаю И синглплеер Ставят Только в том случае Если вы хотите В одиночную группу Играть Если играть И хотите В мультиплеер То галочку Здесь не ставьте Фикс Майори Солюшн Позволяет С вами Поменять Разрешение То есть Если у вас Проблема С разрешением Экрана Допустим Оно слишком Низкое Допустим 1280 на 1024 Как было ограничение Просто нажимаете Фикс Майори Солюшн И здесь Нажимаете ОК И у вас Поставят 100 разрешения В игре Которая стоит У вас Сейчас На рабочем Столе По этому поводу Вроде разобрались Смотрите Если вдруг Вы не сможете Зайти потом В раздел интернета Сразу вам Наперед скажу Что если вдруг Вы ставили 560 Map Хейт И у вас Просто-напросто Раздел из интернета Вас выкидывает Или перед запуском Появляется ошибка CD CA Public Key Там какой-то Error Короче Что-то связанное С публичным ключом То просто Потом поменяйте На высоту 450 Либо просто Нажмите 109 Вот здесь Кнопочку У вас поменяется Версия Вот так вот Саксвелл Будет написано И все И у вас Проблема Будет устранена Чтобы можно было Камеру отдалять И у меня Все было нормально На 500 Я напомню еще раз На 560 Почему-то Раздел игры с интернетом Не работал Все поменяли версию Нажали закрыли крестик 2.02 свитчер Давай теперь посмотрим Изменение версии Для Под знаменем Короля чародей Или The Rise of the Witch King Запускаем 2.02 свитчер Нажимаем с вами Да У нас с вами Появляется Вот такое вот Окошечко Предлагающее Поменять версию По умолчанию Вообще В принципе Предназначено Все и Вообще Для игры Самое последнее Это 2.02 Версия 8.5.0 Она необходима Для игры по интернету Потому что Другие люди Также будут Использовать Именно эту версию Это для игры По допустим Может быть По локалке Своими друзьями Либо же может быть Просто для игры В одиночную То вы можете Здесь уже ставить Допустим Old Это старая версия Которую пожелаете Но здесь рекомендуется Оставить Main 2.02.8.5.0 Нажимаем кнопочку Apply Если все таки Необходимо Как и в BFMA 2.0 Вдруг Если вам Менять Какую-то версию То в данном Случае Вы можете Поменять Поставить Хоть 1.06 Это официальный Патч Либо 1.00 Если это Необходимо Но делать Это необходимо Только Если это Крайне Нужно Здесь Музык модули Можно поставить Минимальная музыка Либо же 2.02 Это Та самая Собновление Которая Была У нас С вами Данным Патчем От Сторонних Разработчиков Это 3.A. Онлайн Вот этот Так называемый Т3.A. Онлайн Разработчики Сделали Какой-то Свои музыкальные Композиции Можно поставить Их Проверить Как они Выгодят Эпли Это Модуль 2.02 Музык Миски Ланиус Вот здесь Мы с вами Можем Сейчас Включить Для версии 2.02 Русский Язык То есть Вы можете Здесь Выбрать Russian 2.02 Enable Нажимаем С вами Apply После этого У вас Здесь Выберется И будет Работать Русский Язык Все Мы с вами Его Подключили То есть Если вам Русский Язык Не нужен То в таком Случае Можно Russian 2.02 Disable Просто Выбрать Потом И у вас Выключится Русский Язык И нажимаете Apply У вас Выключится Русский И будет Полностью Английская Версия Вдруг Если будет Какая-то Нестыковка Или через Неслика Минут Игра У вас Будет Выкидывать Главное Меню Из-за Несоответствия Игровых Файлов Значит Все Мы с вами Все Сделали Если Какие-то Дополнительные Модули Вы ставите Вы нажимаете Scan all Modules Нажимаете Yes И у вас Здесь могут Добавиться Дополнительные Какие-то Различные Модификации Если вы Ставили Народ ВК Ну что ж В принципе Ребятушки Все А теперь Мы с вами Все настроили Давайте Тестить И проверять Давайте Рассмотрим Все На варианте Под знаменем Короля Чародея The Lord Of The Rings The Rise Of The Witch King Значит Что мы С вами Делаем Собственно Его С вами И запускаем Потому Что У меня Он До Этого Отказался Запускаться Expansion Пак Расширенные Издания И поэтому Я начинаю Именно С него Это является Для меня Сейчас Приоритетом Так как Ну да Собственно Вот такая Вот у меня Возникала Ошибка Мордор Фортресс Волхаб Экспэншн Билд Кост Ерор Порсинг Филд Билд Кост Блока Обжек Линия 219 Классно В принципе Почему Я не Удивлен У нас С вами Сейчас Возникла Проблема Мордор Фортресс То есть Проблема С созданием Как я понимаю Вот это Та ошибка Которая Возможна Могла Быть Волхаб Экспэншн Билд Кост А может Быть Вообще Предназначено Было Чтобы Райс Оф Дэвич Кинг Вообще Устанавливался В папку С властелином Колец Битва Средиземья 2 Может Поэтому Такую Ошибку Кстати Говоря На Сами Выдает То есть Вот Собственно Геймдат Он ссылается Именно Я чуть Не забыл Друзья мои Ведь Нам же Запускать С вами Игру Надо Через Т3А Онлайн Лаунчер А я Что-то Полез Опять На этот Самый Ярлык Вот Он у нас С вами Простите Пожалуйста Как Делать Не нужно Да То есть Урок Будет От Меня БФ МАЕ БФ МАЕ 2 И Рот ВК Что Они Себя Представляют Это Баттл Битва Средиземья БФ ВК Это Rise Of The Witch King Или Под знаменем Короля Чародея В зависимости От того Какую Вы игру Хотите Запускать Теперь Обязательно Игры Запускать Нужно Только Через Данный Онлайн Лаунчер То есть Эти Ярлыки Вы Все Можете Про Них Даже Забыть Если Хотите Играть По Интернету Значит Что Мы С вами Выбираем В данном Случай Допустим Рот ВК Вы Можете Настроить Хук Это Перехват Окна Чтобы Вам Было Проще Если Вдруг Случайно Нажмете На Какой То Ярлык То Автоматически Будет У вас Происходить Перехват И Запуск Будет Происходить Путем Лаунчера Даже Если Вы Будете Нажимать На Ярлык С Рабочего Стала От Игры Допустим Мы Сами Здесь Нажимаем Рот ВК И Начинается Запуск The Rise Of The Witch King Но Он Мне Опять Выдаёт Вот Такую Ошибку Что Ты С Этим Будешь Делать То Есть Даже Поменял Версию Выключил Русский Язык Он Мне Все Равно Ее Выдаёт То Здесь Что Связано С Волл Хаб Экспэншн Билд Кост Какая Проблема Связанная С Экспект Сигна Интер Все Понятно Ладно Есть Возможность Запустить Игру На Официальном Патче В данном Случае Где Мейн Главный Выбираю Место 2.0.2 Версии 8.5.0 На Версию 2.0.1 Это Официальный Патч Однако Когда Вы Поменяете Нажмете Здесь Кнопочку Apply То После Этого У вас При Запуске Игры Может Потребоваться Вставить Лицензионный Дивидером Не Найден У вас Появится Такая Проблема Вам Понадобится Также Помимо Этого Еще Возможно Искать Но Дивиди Но Поэтому Рекомендуется Использовать Лицензию Почему Я Об этом И говорил Потому Что Видимо Здесь Заменяются Файлы Даже Оригинальной Игры Как Я Лично Понял Они Устанавливаются Дополнительные Патчи Поэтому У нас С вами Такое Появляется Уведомление Повторюсь На версии 2.0.1 На Официальном Патче Скорее Всего По интернету С другими Людьми Вы Просто Поиграть Нормально Не Сможете Так Другие Люди Скорее Всего Играют На Патче 2.0.2 То есть Если У вас Появляется Такая Ошибка При запуске Как у Меня То В таком Случае Возможно Что Вам Придется Играть Только В Битву За Средиземье 2 Либо За Средиземье 1 В общем Как Я Потому Что Почему Она Возникает Сказ Трудно И так Рекомендациям Действовал Но В итоге Вот Такая Проблема Давайте С вами Рассмотрим Бф Мае 2 Это Battle For Middle Собственно Earth 2 Ага Вот Такая Вот Ошибка У меня Появлялась CA Public K Patch Routine Fail Что Это За Ошибка Означает Игра У нас Скорее Сейчас Запустится Однако Мы Столкнемся С Я Менял Версию Сейчас Объясню Вам Что Я Делал Для Этого Смотрите Значит Если У вас Такая Ошибка Появляется Сейчас Объясню Вам Как С Не Справиться Как С Не Справиться Если Ошибка Появляется Значит Мы С Вами Нажимаем Bf Mae 2 Patch Switcher И Вот Здесь Мы Нажимаем Да Запускаем Ее Еще Раз И Здесь Меняем На версию 1. 0 9 Вот Так Нажали После Этого Пытаемся Запустить Нажимаем Bf Mae 2 И Смотрим Чтоб Эта Ошибка Повторно У нас С вами Не Появлялась Когда У нас Запустится Игра Вот Здесь Нет Никакой Ошибки Все Мы С вами Просто Поменяли Версию Патча Если Вдруг Она Появится Еще Раз Она Не Препятствует Запуску Игры Я Сразу Вам Говорю Патч Свитчери И Все То Возможно Что Первый Раз Понадобится Запустить На 1.09 И Потом Можно Будет Высоту Карты На 560 И 450 Поставить То Можно Будет Еще раз Версию Поменять И Возможно Эта ошибка Повторно Не Появится У вас Что Мы С вами Делаем Смотрите Теперь Нажимаем С вами Сеть Вот Здесь Смотрите Появляется Мышка Меняется Смотрите Вы Скажете Почему Не Они Нажимают Кнопки В Главном Меню Игры Это Ничего Разработчики Не доработали Вот Так Смотрите Где Меняется Курсор На Такой Беленький Стандартный Нажмите Левая Кнопка Мыши У вас Появится Рабочий Стол И Потом Обратно Разворачиваете Игру Вот Сюда Опять Зашли И Опять Обратно Развернули Игру Вот Валя Запустилось Нажимаем С вами Сеть Нажимаем Здесь Интернет Либо Женетворк И Интернет Будет Написано Вводите Название Вашей Учетной Записи Это Логин Для Доступа К сайту Ревор Тот Который Мы С вами Регистрировали Здесь Вы Вводите Пароль Для Доступ К серверу Либо Попробуйте Для Доступ К Реворе Может Либо Тот Либо Другой Сработает Который Вы Создавали И Псевдоним Это Соответственно Ваш Ник Который Будет Отображаться В Игре После Этого Нажимаем Вход И Валя У нас С вами Все Запускается Смотрите Что У нас С вами Может Быть Значит Объясняю В разделе Меню Настроек Обратите Внимание На то Чтобы У вас Здесь Был Выбран И Введен Ваш IP Адрес Вашего Сетевого Адаптера Не Локального Не Виртуального А Настоящего Ну Локального Правильно Настоящий Локальный Все Верно Здесь Чтобы У вас Он Здесь Стоял То Есть 192 168 Обычно Начинается Его Название Именно Вашего Локального Физического IP Адреса Это Я Напоминаю Всем Тем Кто Случайно Вдруг Не Закрыл Радмин Впн Либо Лог Мин Хамачи И У них Вот Здесь Вот Несмененные IP Как понять Что у вас Радминовский IP Здесь Будет Два Числа Первых То есть Не Трехчисленное Число Будет А Двухчисленное Допустим Там 28 Или 60 Или 50 Или 40 Точка И дальше Идут Числы Тогда Вы Из-за Этого Не Сможете Законнектиться Все Попали В такое Меню Мод 2604 2017 Так Понимаю Что Это Самое Последнее Обновление Которое Вообще Было Да Они Конечно Молодцы Что Они GTX Турки Поставили Однако И не без Того Проблем На самом деле Немало Потому что По непонятной Причине Нормально Играть Не получается Есть Возможность Играть Турнир 1 на 1 2 на 2 Скорость Соединения Безразличная И так далее Выбирайте Также При входе Возможно У вас Будет Предложено Перед тем Нажать Войти Нужно Будет Выбрать Страну Выбираете Ту страну С которой Вы заходите Свободная Игра Собственно По такому Принципу Как это Было И в Локальной Сети Выбираете Игровое Общение 1 на 1 2 на 2 Например Выбираете Свободная Игра Турнир Кланы Общение По теме Битва За кольцо И так далее Это раздел Конференции То есть Это раздел С общением Которое Вы попадаете Допустим Если хотите Играть 1 на 1 То можете Конференции Находиться 1 на 1 Если хотите Играть 2 на 2 Вы просто Переходите К другой Конференции И здесь Игроки У вас Должны Будут Появиться Другие Те кто Перейдут Именно В эту Конференцию Собственно Нажимаете Создать По такому Принципу Создаете Если нужен Пароль Забиваете Пароль Нажимаем С вами Создать Собственно Выбираете Карту Благодаря Моду Были добавлены Также Дополнительные Карты У нас Если вы Обратите Внимание Вот здесь Выбрали То что Вам Нужно Допустим На 8 Человек Ваши Друзья Либо Другие Люди Позаходили К вам И вы Собственно Вместе Можете Играть По такому Принципу Настраиваются Правила Общения Ничем От друг От дружки Не отличается Все Точно Так же То есть Заходит Человек Здесь Есть Раздел Соединения Это Комментарии Прописано Что означает Тот или иной Рисунок То есть Допустим Там Пинг Да Это Плохое Хорошее Отличное Попытка Соединения Ожидания И ошибка Соединения Соответственно То есть Те люди Которые Будут Заходить У них Будут Значки Но Они Работают Не совсем Корректно Поэтому На них Не стоит Ориентироваться То есть Если У меня Красная Я являюсь Хостом У меня Красная Скорость Соединения Но Это Бред Поэтому Битва За Кольцо Еще Имеется У нас С вами Переходите В него И Настраиваете Собственную Игру К такому же Принципу Попадая В конференцию Битва За Кольцо Все С этим Вроде Как Все Ясно И понятно Разобрались По поводу Ошибок Ребят Здесь Подсказать Вам Будет Довольно Трудно Довольно Сложно Потому Что Я Не знаю Как Она Исправляется То есть Я Если Она У Кого То Появится Я Искренне Надеюсь Что У вас Ее Не Будет Вот Честно Вот Серьезно Ребят Я Не знаю Почему Она Возникает Попытаюсь Может Запишу Для вас Специально Гайд И мы Попытаемся В другом Видео Уже Потом Разобраться Может Быть У нас Что-то Получится Но Я Не Обещаю Так Что Пока Что Это Все А Вы Не Забудьте Подписаться На Канал Поставить Лайк И Раская Друзья Не Забывайте Что В Случа Каких То Либо Проблем Через Заменение Версии Вы Можете Просто Менять На Другие Какие Либо Версии Игры На Случай Через Бф Мо Е2 Патч Лаунчер Соединение Если Вдруг Не Происходит Можно Поменять Версию Допустим Как Это Было До Поставить Опять Здесь Поменять На Высоту Карты 450 Или 560 И Возможно Эта Ошибка У вас Потом Пропадет Так Что Пока Что Это Все Не Забудьте Подписаться На Канал Поставить Лайк И Раская Друзья Вам Огромное Спасибо За Внимание До